Девять утра, контрольный пункт Плетневка работает в штатном режиме. Пограничники в курсе, что должен прийти конвой гуманитарной помощи из России, но точного времени не знают и как будет проходить процедура пересечения границы неизвестно. В пяти километрах от погранзаставы на заброшенных складах Волчанского агрегатного завода уже красят ворота, пилят деревья и готовятся принять неожиданный подарок. Постоянно подъезжают грузовики для транспортировки груза по украинской территории до Донбасса. Все настроены на то, что груз должен быть досмотрен, перегружен и довезен к пункту назначения в сопровождении представителей Международного Красного Креста, ОБСЕ, а также украинских спасателей. У нас есть силы, средства, возможности перегрузить эти грузы, загрузить их на наши машины и развезти туда, куда нужно будет по выполнению поставленной задачи. Ждем говорить в России гуманитарно, гуманитарку ждем перегружать на наши машины. К полудню пункт пропуска Плетневка закрывают на выезд для украинского транспорта в направлении России. Однако буквально через пару часов появляется информация, что гуманитарная помощь по Харьковщине не пойдет. Российский конвой, по неподтвержденной информации, направился в сторону Луганской области, на пункт Изварина, который украинскими пограничниками не контролируется. Причина изменения маршрута в том, что россияне отказались предъявить для досмотра свой гуманитарный груз. Также в каждом из 280 грузовиков находилось по два военных. И украинские власти запретили въезд на свою территорию фактически целому батальону российских военных. Сейчас пункт пропуска Плетневка работает в штатном режиме. Центр по приему гуманитарной помощи свернул свою работу и передислоцировался. Однако, опять же, по неподтвержденной информации, часть российской военно-гуманитарной колонны все-таки может появиться на границе уже этой ночью. Ольга Тамбива, Алексей Антонов, Агентство телевидения новости.